Более 180 ребят посещают детский сад Загоряночка, а коллектив учреждения старается сделать все возможное для комфорта и гармоничного развития воспитанников. Не так давно в одном из корпусов садика прошел косметический ремонт, теперь встал вопрос о модернизации оснащения. Поддержку в решении проблемы оказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, вручил сертификат на средства из депутатского фонда. 200 тысяч рублей будут направлены на приобретение новой компьютерной техники. Мы планируем приносить эти компьютеры, использовать как интерактивное наглядное пособие, как экскурсовод для наших воспитанников и как техническое средство, но призванное помочь нашим воспитателям в системе подготовки к занятиям. Казалось бы, оргтехника, но когда коллектив получит эту оргтехнику, то процесс обучения детишек, процесс воспитания и возможности этого возрастают и возрастают многократно. Парламентарий отметил, что решение вот таких небольших, но системно важных проблем является приоритетом для программы депутатского фонда. Регулярно средства выделяются для модернизации учреждений социальной сферы, в том числе поликлиники в городском поселении Загорянский, где также будет реализован сертификат на полмиллиона рублей. Средства пойдут на приобретение нового гематологического анализатора. Получили очень давно по программе здоровья аппараты для лабораторной диагностики. Сейчас они уже пришли в негодность и мы заменяем аппаратуру. Очень важно. Мы ведем здесь работу ежегодную, поскольку это объект высокой социальной значимости. Мы начали с машины, которую по программе тоже закупили, для того, чтобы врачи ездили к больным по адресам. На втором этапе мы взялись за медицинскую технику экспресс-анализов. Не обязательно жителю ехать в Щелково, чтобы сдать какие-то анализы. Они могут сюда прийти и это сделать. На встрече с коллективом поликлиники также обсудили другие задачи, стоящие перед медучреждением, в том числе необходимость новой оргтехники. Владимир Шапкин ответил, что учтет это оборудование при формировании программы депутатского фонда на следующий год. Александра Гранич, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».